В последние годы космонавты чаще проходили реабилитацию за границей, теперь в Сочи. Многие здравницы Краснодарского края претендовали на то, чтобы работать с программами поздравлений у космонавтов. Но выбор пока сделан только в пользу Дагомыса. Самое уникальное, что это в родном доме происходит. Потому что любая зарубежная база, она все-таки зарубежная база. Это гостеприимство, профессионализм тех лечебных учреждений, на которых мы останавливаемся. Ну и, конечно, оснащение то, которое полностью, еще раз повторяю, удовлетворяет требованиям, которые мы предъявляем к этому этапу реабилитации. В ноябре между Министерством курортов Краснодарского края и научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов было заключено соглашение о прохождении российскими экипажами медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в здравницах Кубани. Так что шансы других санаториев края остается. В последующем мы будем отрабатывать соответствующие программы, исходя из тех программ, которые будут предложены. Они, конечно, будут насыщены разнообразием. Будут у него определяться перечень и количество здравниц, которые будут в той или иной степени подходить для реабилитации. Первым на реабилитацию в Сочи прибыл российский космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Из космоса, где он провел 197 суток, вернулся 20 декабря и поделился с журналистами подробностями полета. А он был непростым. Случались непредвиденные ситуации. В результате пришлось дважды выходить в открытый космос. Достаточно такие сложные работы. Два выхода в открытый космос с такими очень неординарными задачами, которые также очень крайне редко когда-либо производились в открытом космосе. Поэтому я рад, что, в принципе, эта задача и этот полет выпал на мою долю. Так как это, с одной стороны, придало мне силы, опыт, который приобрел очень полезный для меня. С другой стороны, самое главное, что полет закончился удачно, экипаж жив. Для космонавта подобрана специальная реабилитационная программа индивидуальной медицинской процедуры. Кстати, Сочи вернулся к своим традициям. Первые советские космонавты после полета приезжали сразу на отдых именно в наш город. Здесь в разное время проходили реабилитацию Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Андриан Николаев, Алексей Леонов и Борис Волынов. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.